Он создал цивилизацию на планете Земля Благодаря ему человек поборол свой главный страх В нем наша надежда на будущее и наша общая космическая судьба Субтитры подогнал «Симон» Мы живем в удивительном мире, где невероятные технологии и научные достижения превратили в реальность все мечты человечества У нас есть вечная молодость и красота, власть над временем и пространством, безграничные возможности памяти Мы победили смертельные болезни и физическое несовершенство Мы знаем все языки мира, ведь учиться сегодня так легко Потому что проглотив специальную таблетку, я получаю способность запоминать любую информацию в виде фотографии Наступает удивительный момент, когда человечество начинает брать свою собственную эволюцию в свои руки Сегодня мы знаем всего 5% от того, что мы будем знать через 50 лет И с помощью технологий, я думаю, человечество сможет улучшать себя и расширять свои возможности Но ученые предсказывают, что технологическое совершенство нового мира может и вернуться к катастрофе В исследовании, проведенном ЦРУ в 2010 году, в качестве наиболее правдоподобного сценария приводится такой Мы потеряем 75% населения за следующие 20 лет Предполагается, что выживет не более миллиарда людей Почему? Что случится с ними? История, которую я хочу рассказать, началась 8 тысяч лет назад Представьте, на диких доисторических землях царствует эпоха неолита А все человечество – это несколько племен – собирателей и охотников Их жизнь очень похожа на жизнь животных Они с утра до вечера ищут себе пропитание Времени больше ни на что нет И вдруг кто-то из первобытных людей сделал потрясающее открытие Еду больше искать не надо, охотиться за ней не надо Если у тебя есть вот это Всего несколько зерен Бросил в землю И через какое-то время у тебя много Как хлеб изменил нас и нашу судьбу? И почему вдруг сама история пошла по одной дороге с хлебом? Здесь в этом месте есть пещеры, в которых нашли первые серпы Значит, эти люди уже умели жать в серпу И уже занимались сельским хозяйством Поэтому здесь – родина хлеба В 40 километрах от Тель-Авива Начинается оазис древнего мира Заповедник, где можно увидеть доисторические растения в первозданном виде Одно из них – черная пшеница Это мать современной пшеницы, древняя пшеница А это мать ячменя И эти два злака изменили образ жизни первобытного человека Древние прародители пшеницы ячменя Растут всего в нескольких местах на нашей планете Сегодня, как и 10 тысяч лет назад Эти места находятся в горных районах Ближнего Востока И эти земли совершенно непригодны для земледелия По скелетным останкам людей эпохи раннего неолита Очевидно, что происходит снижение качества жизни То есть продолжительность жизни падает Начинают проявляться разного рода анемические состояния Связанные с недоеданием, с авитаминозами и так далее Почему первые все эти лишницы Не бросили свое неблагодарное занятие И не отправились на охоту или рыбалку За более сытной едой Мы можем предполагать, что были какие-то другие Возможно, какого-то культового порядка Были резоны у этих людей заниматься земледелием То есть не только, что называется, хлеб насущный В том смысле, что обеспечить себе гарантированное питание Но есть и другая версия Первоначально зерно предназначалось не только для исполнения Каких-то священных ритуалов Ненадолго оставленное тесто Оно автоматически начинает бродить И в результате брожения выделяется спирт И вполне возможно, что и люди глубокой первобытности Уже могли употреблять какие-то слабые спиртные напитки И тоже это не могло не сказываться на отношении к злакам Потому что это волшебный продукт, который веселит Который позволяет вернуть силы и так далее Ученые до сих пор не могут объяснить Почему первые зерновые культуры были разделены на сорта и виды Словно кто-то специально провел селекцию И вывел лучшие зерна для первобытного человека Это кто-то был очень разумный Очень трудно объяснить Как человек мог бы своим умом дойти до выращивания хлеба И превращения его в те самые вкусные лепешки Которые говорят все древние книги Потому что что нужно было для того, чтобы приготовить хлеб Нужно было догадаться, что вот это зерно Что его нужно, оказывается, помолоть Превратить его буквально в пыль Что его нужно после этого смешать с водой Что из этого всего должно получиться тесто Сама идея выращивания и приготовления хлебных продуктов Эта идея абсолютно чудесная Я не знаю, как человек мог бы своей головой дойти до этой идеи Я думаю, что это, конечно, следствие божественной воли С самых древних времен люди верили, что зерно Орудие земледелия и сам хлеб Были подарены человеку высшими силами И поэтому люди, несмотря на скудные урожаи Продолжали культивировать первые злаки Они надеялись, что боги в ответ на это пошлют им спасение от голода Но голод был всегда рядом Страх перед голодом – это один из очень важных факторов Мировой истории, европейской истории Почти каждые несколько лет был голод То есть то там, то там В одной и той же местности он мог запросто повторяться Каждые 15-20 лет И это могло растянуться на несколько лет И тогда уже точно съедали все припасы И вокруг не было хлеба На первый взгляд чередование голодных лет с урожайными Носит случайный характер Все зависит от природы Но в конце 18 века английский ученый Томас Мальтус Решил выяснить, а можно ли знать заранее, когда наступит голод Он проанализировал европейские хроники голода Начиная с 11-го столетия Крепостная стена, подобная этой, была в каждом средневековом городе С наступлением голода ворота в город закрывали И он превращался в неприступную крепость Так горожане спасались от крестер Которые сходили с ума от голода И в поиске еды готовы были штурмовать продовольственные склады Но от голодной смерти закрытые ворота не спасали Люди умирали и по эту, и по ту сторону крепостных стен Источники сохранили очень страшные рассказы о голодовках Например, в 11 веке, когда кое-где на Западе были зафиксированы даже факты людоедства И уж, конечно, ели что угодно Ясно, что заменить хлеб в прямом смысле ничего не может Самый страшный голод в России случился в 1601 году Весенние заморозки и затяжные дожди не дали созреть хлебу Цены на зерно выросли в 20-30 раз Страчивались человеческие чувства Мать могла бросить ребенка И не успевали хоронить умерших от голода Открывать все новые и новые кладбища И вот именно в разгар голода в 1602 году Из Москвы бежал за рубеж в Польшу монах Григорий Отрепьев Почему он бежал? Потому что в народе распространились слухи о том, что голод – это кара небесная, кара Божья за погрешение Голод часто сопровождается потрясением социальных и политических устоев общества И распространились слухи о том, что царевич Дмитрий несчастный Не погиб в Угличе в 1591 году о спасти Бежал вот этими слухами, вот этой верой сверхъестественной в чудеса в голодное время И воспользовался самозванец, чтобы объявиться в Польше А затем начать поход на Москву за царскую корону Так что можно сказать, что страшный голод 1601-1603 годов – это один из поводов смутного времени Многие поворотные события в истории приходятся на голодные годы И это не случайность Осутствие еды и в первую очередь хлеба стремительно меняет психику человека Когда на многие привычные вещи он начинает смотреть по-другому Центр голода, он находится в гипоталамусе, в самой середине нашего мозга Его заслуженно называют центром бессознательного Когда гипоталамус начинает генерировать эту пищевую мотивацию Он как бы снизу вверх стучится в нашу кору больших полушарий, в высшие центры И говорит, есть хочется, есть хочется А потом он стучится все громче, все более явно Ну и мы бросаем самые наши даже возвышенные дела Для того, чтобы поискать, а что бы такое съесть Томас Мальтус обратил внимание на то, что в неурожайные годы начиналось распространение смертельных болезней Здесь, в Сент-Антуане, был орден госпитальеров Они лечили эту ужасную болезнь, которая была самым распространенным смертельно опасным заболеванием в Средневековье Об этом просто забыли Оно было практически так же опасно, как все виды чумы В аббатстве Сент-Антуан в особом ларце хранятся мощи святого Антония Считалось, что прикосновение к ним излечивают от загадочной болезни Если посмотреть некоторые произведения Босха или Брегеля Они показывают больных этой болезнью В искушении святого Антония мы видим больных в конвульсиях Так все и было на самом деле Госпитальеры оставили достаточно свидетельств и описания того, что чувствовали больные Внутри их тела словно горел огонь, который их буквально пожирал Это горел огонь святого Антония Так назвали эту болезнь Другое ее название – эрготизм Произошло от французского слова «эрго» – «рожки» Из-за холодной сухой зимы и влажного лета на пшенице появлялся грибок И у него была форма рожек, шпоры Отсюда и название – шпора Из-за дождей ядовитый грибок быстро распространялся И почти все зерно оказывалось зараженным Только богатые люди, у которых были запасы прошлогоднего урожая Могли избежать болезни Так как зараженные злаковые были основным питанием То можно понять, что это было общее хроническое отравление большой массы людей В 1096 году по призыву папы Урбана II начался крестовый поход Его цель – освобождение святой земли от неверных Была очень большая засуха в середине 90-х годов XI века Прямо перед первым крестовым походом Видимо, одна из главных причин, которая подтолкнула папу Урбана II На провозглашение крестового похода было желание убрать лишних людей из этих мест И как только они ушли, то все постепенно нормализовалось В крестовый поход отправилось много женщин и даже детей Количество рыцарей-пехотинцев, которые могли профессионально сражаться Не превышало 13 тысяч человек А остальные сотни тысяч были обычными крестьянами, торговцами и слугами И все эти люди с фанатизмом шли в бой на хорошо вооруженных турок Только одной верой в Бога это трудно объяснить Но многое становится понятным, если знать, что перед началом крестовых походов В Европе было 7 голодных лет Когда в пищу шло любое зерно, даже явно зараженное спорыньей То есть там находятся вещества, токсины, которые таким образом меняют работу нервных клеток Что сигналы, которые как-то слабенько передаются по нашему мозгу И обычно до нашего сознания не доходят Эти сигналы становятся очень яркими Ну и в итоге работа мозга полностью перепутывается Только в 20 веке стало ясно, что именно находилось в зерне, пораженном спорыньей В 1943 году швейцарский химик Альберт Хоффман Исследовал токсины спорыньи для создания средства от мигрени Хоффман достаточно случайно рассыпал это вещество Оно всосалось через кожу Это вещество – лизергиновая кислота Активный компонент спорыньи Из него Хоффман синтезировал препарат, который назвал ЛСД-25 Для ЛСД характерно то, что этот наркотик действует в дозах Примерно в тысячу раз меньше, чем обычный наркотик Даже небольшое количество хлеба из муки, зараженной спорыньей Делало человека агрессивным и безрассудным У больных возникали галлюцинации Они видели что-то страшное, дьявольское И считали, что ими действительно овладел дьявол Больных обвинили в колдовстве Называли ведьмами и колдунами И сжигали на кострах Особенно часто это было в XIV-XV веках В конце прошлого столетия два ученых Профессор Мэриленского университета Мэри Килбур Мотосян И профессор Хьюстонского института истории Джон Ленхард Независимо друг от друга пришли к выводу Что средневековая охота на ведьм Тоже была спровоцирована эпидемией эрготизма Эти мрачные страницы человеческой истории Натолкнули другого ученого на шокирующее открытие Томас Мальтос, английский экономист и священник Который жил около двухсот лет назад Первый обратил внимание на то, что количество людей на Земле Всегда пропорциональное количество выращенного зерна А когда людей становится больше Начинается голод, возникают войны Происходят природные катаклизмы Эпидемии смертельных болезней Надо сказать, что в Старо-Вавилонской поэме Об Атрахасисе О человеке, пережившем потоп Сказано, что голод – это одно из средств Регулирования численности населения людей Который был придуман богами Чтобы люди слишком не размножались Чтобы люди не шумели Не мешали богам спать Самые древние хроники Шумерские таблички Рассказывают о том, что люди, спасаясь от голода Продавали себя или своих детей в рабство Для того, чтобы большая семья Смогла выжить в этих тяжелых условиях Одного из детей продают в рабство И это оформляется как усыновление его Богатым человеком Хотя на самом деле все понимают, о чем идет речь Есть даже случаи, когда продают в рабство жену И она идет на это Потому что жен у человека несколько И таким образом тоже спасается семья Чтобы предотвратить голод В Шумере даже появляются специальные люди Которые тщательно до зернышка Подсчитывают собранный урожай Это первые песцы и счетоводы Они ведут очень подробные хозяйственные записи И это, кстати, первая система счета И первая письменность Клинопись Но эти расчеты не спасали от голода В неурожайный год Если мы посмотрим пословицы о голоде Шумерские То мы увидим такие Величайшим наказанием бога Энлили является голод А бог Энлиль наказывает не простых людей А он наказывает государей За недостаточное благочестие А вместе с ним целый его народ Или целый город Что или засуха Или неурожай Или происходит засоление почвы И таким образом народ постигает голод Человеческий организм Может обходиться без еды совсем немного Минимум неделю Максимум два месяца Этот срок зависит от здоровья конкретного человека Если не хватает хронической пищи И печень перестает делать белки крови Вода начинает из крови уходить Возникают множественные отеки Это нарушает работу самых разных систем Собственно, та система, которая первая не выдержит Та и послужит причиной серьезного заболевания А то и смерти человека Ну, чаще всего сердечно-сосудистая Она у нас самая в этом смысле травматичная Муки голода ужасны Недаром в арсенале палачей всех времен и народов Голод был распространенной пыткой В средневековой Франции Голод часто использовали как казнь Тех, кого уличали в прелюбодеянии Закрывали в темницу Приковывая наручниками друг к другу И оставляли без еды Через некоторое время Один человек съедал другого Но это только продлевало муки несчастного Наступал момент И он тоже умирал от голода Каннибализм был распространен всегда в голодные времена И в начале 17 века В 19 веке И в 20 веке Въезжают иностранные дипломаты Датские в России Проезжают мимо сел и деревень Где умирают крестьяне Где они поедают друг друга Осенью 1843 года По всей России Рассылается циркуляр Министерства внутренних дел В нем рецепты Которые должны спасти крестьян От голодной смерти В неурожайный год Тем, кто терпит голод Предписывается Печь хлеб Вот по такому рецепту Взять Лебеды И свеколицы По одной части Добавить туда Тертых желудей Или коры Сосны Замесить тесто И испечь Перемолотая кора Желуди В эти, как нам кажется Совершенно несъедобные ингредиенты Добавляли ржаную муку Или картофельные очистки У кого что было И получалась Твердая лепешка Запах у него комбикормовый Отдает подсолнечным жмыхом На ощупь Очень липкий мякиш Если его попробовать На вкус То Вкус горький Во рту ощущается Присутствие Таких неразмолотых Каких-то инородных частиц Как бы хруста То есть Фактически этот хлеб Несъедобный Подобный рецепт Вновь пригодился в России Через сто лет В блокадном Ленинграде Из чего будет хлеб Решали три человека Биохимик Михаил Княгиничев Технолог Павел Плотников И микробиолог Зинаида Шмидт Ее дочери Ольге В начале блокады Было шесть лет Применяли корьевую муку Из ветвей березы И муку Из соснового луба Но это все не опилки Это все Переработанное в муку Так, чтобы можно было есть В Санкт-Петербурге Музея хлеба Хранится блокадная норма Всего 125 грамм Хлеб Это было наше спасение Наша жизнь Поэтому Мне нравятся Строчки Алексея Жигунова Одно лишь свойство Отличало Тот хлеб От хлеба Лучших дней Его всегда Не доставало В суровой юности моей Современные последователи Томаса Мальтуса Утверждают Что причиной Многих войн 20 века Стали проблемы Перенаселения Которые вызвали Нехватку зерна И голод На иврите Слово хлеб И слово война Имеют один и тот же корень Лехем и мерхам Почему? Хлеб делают из пшеницы Вырастить эту пшеницу И выпить хлеб Это очень тяжелый труд Поэтому это называется Война Война За существование Ученые беспокоены Сегодня рост населения Обгоняет рост Производства зерна Ежегодно в мире Рождается более 90 миллионов людей Для которых требуется Дополнительно 26 миллионов тонн зерна В то же время Площадь паходных земель Сокращается И падает урожайность Есть опасность голода Я бы сказал Что главный элемент Классический О котором писал еще Мальтус Сложность в том Что в прошлом Подобная ситуация Решалась с помощью войны Но настоящая сложность Которую я вижу Это можно ли данную ситуацию Разрешить по-другому Не с помощью войны Потому что сейчас Когда у нас есть ядерное оружие Победителя в такой войне не будет Возможно спасение человечества Кроется в самом хлебе Почему именно он На протяжении тысячелетий Определял нашу историческую судьбу Что же такого уникального в нем Наша планета существует И жизнь на ней существует Благодаря солнцу То есть солнечная энергия Это основная энергия Которая используется Живыми организмами Ни человек, ни животные Не способны питаться энергией Напрямую от солнца Нужен посредник Солнце, освещая нашу планету Позволяет, ну прежде всего растениям Эту энергию захватывать То есть процесс фотосинтеза Это процесс направленный На захват солнечной энергии И превращение этой энергии В органические вещества За счет солнечной энергии Молекула углекислого газа Неорганическая молекула Молекула воды Тоже совершенно неорганическая молекула Слепляются вместе И в итоге получается Великая молекула глюкозы С которой, собственно, Начинается весь энергообмен В живых организмах Вот, то есть молекулу глюкозы Можно сравнить с батарейкой Заряженной солнечным светом Глюкоза концентрируется в зерне В виде крахмала То есть этот крахмал И есть энергия Химическая формула солнца Так можно сказать И эта солнечная энергия Используется человеком Когда он ест хлеб Вот и получается, что зерно Это уникальный аккумулятор Созданный природой Во многих местах Особенно на Среднем Востоке Хлеб был первым Портативным источником энергии Вам не нужно было Все время носить с собой пшеницу Вы могли просто взять с собой Что-то такое, что уже приготовлено Пита, буханка хлеба Даже хала Потому что их легко переносить И они поддерживают энергию Солнечная энергия Заключенная в зерне А значит и в хлебе Обладает особым свойством Убедимся в этом С помощью эксперимента Игра в баскетбол Конечно, не похожа на то Чем занимались Жители Шумера Древнего Египта Или, скажем Средневековой Франции Но, тем не менее Для победы в этой игре Очень нужна энергия В эксперименте Участвуют три команды Спортсменам в зеленых майках Мы предложили вареное мясо В желтых – хлеб Те, кто в черной форме Получили сладкие батончики Белок, как источник энергии Это плохая штука И это не связано, собственно, с энергией Вот вы сжигаете чистое топливо И сжигаете топливо Которое дает кучу дыма Когда сжигаются белки Там получается мочевина Отход азотистого обмена И почки должны стараться Все это выводить А если они не успевают То, соответственно, идет отравление Реально наш организм Не рассчитан на потребление Большого количества мясной пищи То есть, если мы начинаем Получать энергию из белков Это плохо Мясо – источник белка Перед напряженной игрой Употреблять не стоит Энергии от этого не прибавится Совсем другой результат Дали хлеб и сладкие батончики Ну, это, собственно, вещь Которую называют диетологи Быстрые и медленные углеводы То есть, в принципе, речь идет Прежде всего о глюкозе и о крахмале Крахмал, то, что, собственно Основной компонент зерновых И той же самой муки Там вот макароны, да Крахмал – это большая молекула Которую можно сравнить с бусами И каждая бусинка – это молекула глюкозы Вот, попадая в кишечник Начинает медленно расщепляться То есть, вот от этих крахмаловых бус Будет по одной, по две отделяться глюкозки И это будет постепенно переходить в кровь То есть, вы съедаете, как бы, не все молекулы сразу А по частям И это растягивается на 3, 4, 5, 6 часов Кузлаки, они являются проводниками Не только биологической энергии Но и всей, как сказать, творческой, космической энергии В том числе Аккумуляторы этой солнечной энергии Которые являются, вот, здесь у нас на Земле Это пшеница И поэтому в пшеничном зерне Скрыт вот этот вот, как сказать, код существования То есть, душа всего сущего Поэтому, когда мы едим зерно То есть, мы даем пищу не только нашим мышцам Но и нашим мыслям, нашему сознанию И даже нашему развитию Благодаря этому уникальному свойству зерна Процветали империи В 390 году до нашей эры На Рим напали галлы Поражение казалось неизбежным Потому что число их было велико И тогда римляне отправились К богу Юпитеру за советом Сбросьте с крепостных стен на врага Самое ценное Так устами жреца ответил Юпитер Всю ночь в храме Весты Пели молитвы, пекли хлеб Из последней муки, собранной со всего города А на рассвете варвары увидели Что римляне кидают с крепостных стен хлеб И галлы отступили Потому что невозможно победить город У которого такие запасы хлеба Хлеб является важной частью питания Это была важная основа власти С символической точки зрения И поставки зерна по-разному Контролировались императором И правящим классом С целью удержания власти Рим был непобедим Пока у него был хлеб Но в 4 веке резко изменился климат Наступило похолодание И урожаи зерна упали Гигантская римская империя Уже не могла прокормить всех своих подданных Эдвард Гиббон Крупный историк Древнего Рима Говорит, что римская империя Разрушилась в силу своих крайностей Одной из таких крайностей Стал большой размах территории государства Было сложно поддерживать И контролировать хлеб Который должны были привозить В огромных объемах С территорий, далеких от Италии В результате начался голод Аристократия постепенно слабела Рабы начали бунтовать И все это позволило варварам Безнаказанно разграбить Рим И разрушить Великую империю Эта печальная римская история Может повториться и в наши дни Голода, о котором говорил Мальтус Мы до сих пор избегали Потому что улучшали технологии Но когда увеличивается население И в то же время снижается урожайность Из-за глобального потепления Опасность голода существует Ученые Американского института наблюдения За миром установили Биосфера планеты может обеспечить Качественным питанием Только 1 миллиард людей А на нашей планете Живет сегодня около 7 миллиардов Какой же выход? Я думаю, мы поступаем глупо Скармливая зерновые животные А это имеет самое широкое распространение В некоторых странах Включая крупнейших производителей зерновых Я думаю, что ситуация изменится со временем В нашей еде будет меньше мяса, чем сегодня Более двух тысяч лет назад Здесь проходила городская стена Окружавшая Рим От этой стены сегодня Сохранились только ворота Порто Маджора В те далекие времена За этими воротами Хранили знатных римлян До сих пор здесь высится 30-метровый могильный памятник Памятник человеку Чей труд высоко ценили Все римские граждане Историк Плини Старший Посвятил его биографии Несколько страниц в своих трудах Вот он, этот человек Изображен на барельефе Вместе со своими работниками Марк Бергерий Эврисак Пекарь, который кормил своим хлебом Весь город Рим Володь неизбежен на земле Потому что те ресурсы, которые нам дал Господь на земле Они не бесконечны, они конечны Мы должны иметь в виду, что если сегодня у нас дома На нашем столе Лежит буханка хлеба То нет никаких гарантий, что он там будет лежать завтра Покупая хлеб Мы никогда не задумываемся над тем Насколько он тесно связан с нашей историей Когда его не хватало Разрушались самые могущественные государства Но сегодня у нас есть возможность Совершить эволюционный скачок в будущее Где никто не будет голодать И где хлеба хватит на всех Но для этого Человечеству придется Очень многое поменять в своем мире Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok